Всем доброе утро, мои девчонки, их бужу у нас на улице, тут не обращайте внимания, сейчас попала Вика тут вчера разбрасывала, что-то делала и тут что-то рисовала, но у нас небо такое тучки, прохладненько, не чувствуется, что прям лето-жара, дождика вроде ночи не было, вот. Давайте, крошки, просыпаемся, так, Веля у меня тут гладит себе одежду, собираются девчонки по делам, так, вот бассейн, который я слила, сейчас потеплеет, мы его сегодня должны помыть, как потеплеет, мы нальем новый бассейн, да, там у нас малыш спит. Поэтому я не убираю. А зачем там приехать? А? Зачем там приехать? Ну, чтобы не проткнуть бассейн. Так, все, девчонки уходят, они сами на маршрутку, они идут в такой лагерь частный до трех часов дня. Вот, сами приедут, они у меня умнички, большие, вчера сами так же приехали. А я дома стою с папой и малыш, мой мальчик. Будь здоров. Все, давайте, пока, девчонки. Здрасте, официальный мой человек. Пришли звонят, да, конечно, все, маме отчитались, а давай, пока. Всем доброго, утречка, еще раз. Девчата отправила, а сама иду на банкомат, мне нужно деньги положить. Портфель уже пришел, Веля, надо будет его посмотреть, заберем, не заберем на Валбересе, а мне надо, чтобы на счету были деньги. И лампочки. Специальные заказала, как эти, которые заряжаются через USB фонарь. Мы до этого, к нам пришел, я потом покажу вам, в Телеграме я показывала. Вроде бы. Потом вставлю дома, приду, покажу. И вот, короче, мне надо деньги положить на счет, чтобы все, что придет, получить. На улице ветерочек, прохладненько. Бассейн пока нет смысла ставить. Холодно купаться. Не нагреется даже бассейн. Дети позаболевают. Вот, Лорка погуляла, теперь я бегу на луч. А потом домой. Так, я уже скоро подойду и к банкомату, к лучу району. И знаете, что раз все-таки возможно смотреть еще видео, будем снимать, выкладывать. А дальше посмотрим, что будет. Как бы загадывать не будем. Машины разъездились. Вот, видите, лужи, дождик был. Поэтому буду стараться все делать. Вот. А дальше посмотрим, правда, что. Надеюсь, что все образумится, все будет хорошо. У меня там белье уже сохнет. Такие тучки. Не хочу, чтобы дождик был. У меня должно белье высохнуть. Видите, еще там стирается постельное все. Потом такие вещи еще надо стирать. Пока бассейн был, некоторые, ну, несколько дней не стирала, чтобы девчонки могли наплюхаться, накупаться. Вот. И она люкает, что она и так заливалась ихним бассейном. Ну, думаю, ладно. А сейчас как раз надо стирать. Пока бассейн не налит, не уплюскивает. Вот, как только потеплеет. Я думаю, в среду потеплеет, и мы нальем его еще на недельки-полторы. И все, потом больше я не хочу им заниматься. Пусть уже к школе готовятся девчонки. Ну, как-то так. Это я так думаю о том, как получится. Как всегда. Вот. Я уже очки напялила, мне солнце светит в глазки. Девчонки придут с лагеря, и это будут Вики английский. Надо срочно доделать. Но это просто обязаловка. Поэтому сделаем. Повели просто читать хотя бы. Хотя бы. Вот. Кстати, хотела сказать, я ратакан дома нашла и начала полоскать. Потому что та шишка ушла, и опять какая-то там находится. Не знаю, может, поможет все-таки мне. Но не хочу их с зубном, а именно с шишкой. Ладно, там кари слечить. Просто лишнюю троту денег мне не хочется. Вот это только. Мне не страшно, ничего. Ну, вчера полоскала, с утра прополоскала. Но как бы он у меня есть, поэтому чтоб не воспользоваться. Так что спасибо, что напомнили про ратакан. Я ратакангину как-то лечила. Прям чисто мазала эти гланды. И было, кому-то девчата мазала вроде. Противно, конечно, но ничего. Все, сейчас подхожу уже. Эти стройки. У нас такое ощущение, что магазинов больше, чем людей. Строят, строят все. Вот, ладно, пошла я в банкомат. Такой у нас банкомат, и кофе везде такой станет. На улице жарко. Мы дома сидим, как бы на улице ничего не сделаешь. У меня там белье все время сохнет. Сушу, стираю, сушу, стираю. Обед у меня такой сейчас покажу. Это я мужу сделала. А так я тоже ела картошку с яйцом, сосиски и хлебушек. Салата нет, потому что в магните не было помидоров с огурцами. Поэтому огурцы муж не захотел. Я ела с мухи летать. Какие причины их выбиваешь, выбиваешь. И без толку. Вот, и с майонезиком он хочет. И вот, кстати, мой ротокан, которым я полощу зубы свои. Так, мы идем в магнит с Велечкой. Девчонки приехали, все хорошо на маршрутке. Мы идем в магазин и на Валберрис посмотрим. Мой портфель пришел. Да, но мы посмотрим, если он хороший, все нормально, мы его заберем. Если нет, то будем смотреть, что с ним делать. Вот, как-то так. Так, мы купили арбуз. У нас тут этот портфель. Ну, дома распаковка. Не надо, я его только закрыла. Короче, черный. Сейчас придем, это домой, и вам это видео покажем в портфелик. Надеемся, что он нормик. Это и опять будут руки грязные. Ничего страшного. Все равно их мы. Так, мы уже дома с Велечкой. Это у меня вещи сложены. Да их убрать. Спаковочка, я знала, вылезу тебя, смотри. Значит, быстрее. По мозгам. Вот такой красивый мешочек у него. Это зад. Это спинка. Не зад, тоже высказалась. Да. Это кармашек первый. Он такой приятный на ощупь. Большой. Тут в руках. Внутренность покажи. Внутренность. Тут вот такой внутренности. Раз, кармашек, два. Подожди, подожди. Ты так. Вот так, открой. Вот кармашек. Еще кармашек. И вот и раз, еще, 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 еще кармашек. Короче, он еще такой жирный. Типа кожаный. Жирный. Да, да, да. Жирный он. Вот. Короче, мы все. Веля с рюкзаком у нас. Такой приятный. Сейчас будем пробовать резать арбуз. Что купили. Что Веля купила. Так не у меня деньги были. А? Не мои же деньги были. Какая разница? У нас мастер. Смотрите, какой руль. А он. А ты где? А, ой. Не увидела камеру. Чуть. Чуть-чуть. Ну, это... Ну, что надо съедать. Перезрел. Ага. Так, арбуз мы нарезали на всех четверых. Сейчас покушаем. Этот Велечка заклеит, чтобы ухите противные. А они кушали наш арбузик. Арбуз мы поели. Половину в холодильник. Так, я замариновала грибы на полчасика в майонезе, специи, соли. Сейчас курицу я тоже посолю, поперчу. И вот сюда кину ее в эту стекляшку и в духовку. Хочу так сегодня сделать. Приправы у меня были паприка моя любимая. Карри моя любимая, без всяких привкусов. Вот. Ну, и грибы, шампиньончики. Вот. Вот. Как-то так. И, короче, девчонки пока отдыхают. Хотя Вика... Вика все арбуз ест еще у меня. Хотя, знаешь, что надо делать английский срочно. Вот. Вот что у меня получилось. Грибочки. Вот такие. И мяско и гречка. Сейчас буду ужинать. Всем привет. Хорошего настроения, улыбок, радости. Я иду за хлебом. Потом мне, наверное, на Валбери с еще раз там лампочки пришли. Но не мне. Моя придет чуть попозже. Которые заряжаются. И можно повесить, как декор. И в то же время она будет светить. Мне уже надо. Раковина такая. Вечером. Вот. Тучек нету. Но не жарко. Не знаю, что делать за посеянным. Кисюньки лежат. Кисюшечки. Посмотрим. Я уже опять стираю. Стиралка, то есть стирает. Я только развешиваю. Понятно все. Но все равно. Девчонки мои ушли. Сегодня вроде среда. Еще завтра, послезавтра. И все. И будем четко готовиться к школе. Надо этот английский противный доделать. Вообще. У меня аж это. Ну, в гонке его смысл делать. Никакого. А медленно если делать, мы ничего не успеваем. Поэтому она его пока списывает. А потом будем разбирать хоть чуть-чуть. Еще вещи надо будет разобрать с девчонками. Пол шифонера. Короче. Что носят, что не носят, отложить. Потому что-то нереально вообще ничего. Не носят почти. Просто шифонер полный. Слава богу, дают люди. Часто нам вещи. А они много чего не носят. Оденут одни шорты. И ходят в этих шортах. Ну и смысл этого полного шифонера. Даже отложить все и отдать. Вот. Ну не знаю. Вчера хотела. Веля, я устала. Мне некогда. Говорю, ладно. У нас тут вот эту улицу оттуда всю перерыли. Какие-то трубы вкладывали. Телебневки. Непонятно, что. Короче. Что-то делают все время. Вот такие лампы я заказывала. Получается, они по две идут. В другой пачке одна не горела. И я их сдала. Вот. Сейчас я вытащу. Вам покажу, как она горит. Вот она горит. Тут крючочек такой. Крючочек. И можно вешать. Это я не себе четыре. А знакомому. А себе я заказала одну такую. Вот сюда себе хочу повесить. Чтобы мыть посуду. И мне светло было. Короче. Вот. Но у меня одна будет лампочка. И вот такая штучка заряжать. Мне нравится. Ну, жюристика не брак. Моя завтра должна прийти. Либо сегодня вечером. Не знаю. Высокая яркость. Желтый свет. Линия и литиевая батарея с точкой питания. Вот. Так. Еще я занимаюсь вещами. Вот эти все. Короче. Вот эти вещи. Мы там платье должны девчонке перебрать. Здесь я понаходила юбки. Вели. Не знаю. Будет она их носить в школу. Нет. Сейчас покажу. Конечно. Много вещей. Мы. Я тут. Пораскидалась. Так. У Вики я сложила все. У Вели сложила. Понимаю, что они большие должны сами. Но я просто выкинула вот это все сюда. И футболочки всякие сложила. Чуть-чуть. Тут юбочек. Это штаны школьные. И там свитера. Это она сама переберет. Что. Что оставить. Что не оставить. И сложить сама. Это ей тоже перебрать. Вот. Что еще я сделала. У Вики я тоже сложила. Это выходные викины. А вот там были. Вот там были викины домашние вещи. Короче. Это велины домашние. Ее перебрать. Вот это все. Мы должны все вытащить на кровать. То, что они не носят. Сейчас. Сейчас. Подожди. То, что они не носят. Мы уберем и сложим людям. То, что носят, оставим. Короче. Хочу так сделать. Не знаю, как все это получится. Они не очень хотят перебирать вещи. Но это тоже невозможно. Вещей, слава богу, много. А носить там мы все это не успеваем все равно. Ну и смысл этой горы в шифонере. Я не вижу смысла. Вот. Тут у меня не знаю что. Они тоже сложены. Они тоже сложены вещи. Их тоже надо будет посмотреть, что носить. Вот. Кстати, я вам не сказала. Мы за место кролика. Кролик очень дорогой. Купили там хомяка. Там у нас. Там его не видно. Будет, наверное, вон он. Маленький хомячок, короче. Просто кролик стоит 2000. Ну куда? Я говорю, девчонки, обижайтесь. Я не потяну кролика. Мало того, что он 2000 стоит. Они болеют сильно. Ему надо место. Ему много чего надо. 2005 надо выкинуть. Тут школа. Мне тоже куртка нужна. Зубы болят. Надо лечиться. Короче, я говорю, как хотите. Давайте хомячка хотя бы. Я говорю, он такой прикольный, милый. Он такой, правда, маленький. Он вообще такой хорошенький. Мишутка его назвали. И Веля, слава богу, согласилась. И вот это мы его и взяли. Короче, сегодня девчата постараюсь заставить все это перебрать. Все это каждой осенью-весну мы перебираем вещи и убрать. Но это невозможно. Шифонеру так запихивают. Ну зачем? Сложите аккуратненько несколько футболочек. И хватит с головой, раз не носите. Ну правильно? Правильно. Вот. Так что вот так. Поэтому я две полки прибрала. Три получается. Они остальное доубирают. Посмотрим школьные юбки. Не знаю. Школьные вещи. Что есть блузки, что нету. А там дальше будем решать, что дальше. Еще мне надо красные футболки для Вики на физру. На Валбирсе я нашла ее размера. Надо будет заказать. Всем доброе утречко. Сейчас я вам покажу. У меня лампа пришла. Я уже помыла с ней посуду. Какую-то недомыла. Потому что там надо выливать, ходить. Покажу, как она светит. Вот эта лампочка, я же вам показывала. Вот она заряжается. Это, знаете, типа, когда свет выключается, тебе нужен свет. Вот так светло получается у меня. Посудку я помыла. Вот это мне там жир после курочки, грибов вылить надо. Я пойду сейчас в магазин, схожу и домой. Вот. Но меня все устраивает. Как бы хочу. Не знаю, насколько вот сюда светодиодки. Но либо еще-таки сюда бы несколько лампочек поясить. Не знаю. Ну, потому что мне темно здесь готовить. Особенно сейчас осень придет и будет темно. Короче, это фарш размораживаю. Хочу, опять же, картошку по-французски. Что-то мы подсели на это, поэтому хотим это. Вот сейчас я выключу. Вот. И все. И мне удобно. Конечно, светодиодка, она чуть-чуть по-другому все светит. Но это тоже нужно. И фонарем я счастлива. Куда я его убрала? А, его туда убрала. Фонарем я тоже счастлива. Вон, и там стиралка стирается. Ночью ничего не видно, когда на улице. Вообще идеально. Солнце светит. Ярко называется сейчас. В чем муж позвал и все раз что-то спросил. Вот. Жарко-жарко на улице. Сына, вчера прям холодно. Даже вечером было холодно. Мы за лампочкой вечером пошли с девчонками свелить. Потому что... Ярю, хочу посмотреть. И, кстати, я же другие лампочки сдала. Валенок. И надо было просто зарядить. Ну, ничего, сейчас скоро другие придут. Ну, я не знала, что теперь. Вот. Сейчас хлебушку куплю. Девчонки уехали опять. Еще завтра сходят. И все. И дома. У Вики пришел переходный возраст вредный. С ней ругаюсь. И все. Она со мной ругается. И вот эти глаза закатанные. Я говорю, Вика, я тебе сейчас в угол поставлю на целый день. Говорю, чтобы глаза не закатывались. Я говорю, началось. С одной такой перебороли вроде. Другая начала. Ой, сложный случай называется. А еще, кстати, вчера лор... Не знаю, не помню, я рассказывала, но нет. В огороде. А, лорка гавкает, гавкает. А там змея. Представляете, по шиферу, где она там живет, лорка. Она на нее кидалась. Я говорю, я уже палку взяла, чтобы лора не кукуса. Ну, мало ли укусит собаку эта змея ядовитая. Или какая она, я еще не вижу. Но... Теперь боюсь, отхожу. Вот. Короче, мне-то рассказала про эту змею. И теперь это. Просто не хочется, чтобы собака ловила змею. Если кошка поймает, то хотя бы задавит. А вроде собаки не так давят змей. Это опасно. И теперь я не войду в огород вообще. Вот эта хмель там растет. Они же там, видно, живут. Это просто страх мой. Еще, когда вам лампочку показывала, у меня там белые полосочки. Это, видите, жарко-мокрая челка уже. Не люблю таракан вообще. Когда вот черные заползают с улицы, это уличные. Их там травишь, все. Это коричневые по одному. Но лавлавливые. Откуда они? Кто их ко мне занес? Вообще непонятно. Ну, в плане того, что Дима говорит, что это типа с больницы. Там такие обычно. У нас никогда не было коричневых тараканов. Я их настолько боюсь. И я спать не могу, если в доме таракан бегает. К черным как-то я уже привыкла. Потому что они под этим вылазят. Скажите мне. Там, когда ко мне заходить в комнату, там гипсокартон. И там земля. И у меня еще деревянные полы в двухконтах. И они оттуда могут вылазить. И как-то здоровые черные. Я знаю, что потом их нету зимой. Но это же противно. Не люблю ни тараканов, ни змей, ни мышей. А мурка мне приносит мышек каждый день. Вчера три штучки принесла с огорода. Ловит их. Она прям умничка. Она старенькая. Она, видно, показывает, какая она молодец. Типа, любите меня. Я умничка. Это мелкие только таракать. А Мартин вообще ничего не ловит. Он просто тупо ходит по улице и орет. Он такой ласковый и добрый мальчик. Все, что я его люблю. За что? Вот. Пошла я, наверное, помидорчики возьму. Картошки по-французски, которые буду готовить. И мужу фреш-бар надо. Вот, все. Кстати, вам все хочу сказать и все забываю. Спасибо, что ответили на мой вопрос, который я выставила в видео. Буду выставлять пока. Дай бог, что все дальше было нормально. Но, знаете, я посмотрела тоже видео. Одно там сказали, что на телефонах это хорошо смотрится. Без всяких этих проблем. А компьютер и телевизор чуть-чуть тормозят. Ну, вот так оно и есть. У нас, допустим, у папы компьютер, у мужа. У нас телевизор через Wi-Fi. Ну, на компьютере мы еще не смотрели. На нашем ноутбуке он лежит. Ну, вот, поэтому. Ну, пока смотрим, значит, выставляем видео. Так что спасибо большое. Жарко. Прямо жарко. Еще что-то хотел сказать вам. Ну, не помню. Вспомню, скажу. Так, девчонки и мальчишки, я картошку по-французски уже слои сделала с фаршем. У меня сыр остался. И зажгла духовку. И спечется полтора часика. И все, и будет вкусненько нам. Всем привет еще раз. Хочу уже попрощаться, попробовать это видео сохранить, выставить. Не знаю, у меня, допустим, на моем телефоне еще играет YouTube. На компьютере, телевизоре, на другом компьютере. То есть на ноутбуке, компьютере, телевизоре у меня ничего не работает уже все. Поэтому, если кто-то посмотрит, поставьте лайки, кто посмотрит, чтобы я видела. Пожалуйста. Вот, если все получится, еще буду пока выставлять. А когда вы уже совсем, я не сможем там. Если я не смогу выгрузить вообще видео, тогда вот так будет. Ну, посмотрим, короче. Так что, все, пока всем.